Полная и достоверная информация о Республике Татарстан. Информационное агентство Татаринформ. Владимир Николаевич, раз первого вопроса по беспрецедентному делу ДФБ для Республики Беспрецедентного. Сумма выведенных средств постоянно обновляется. Хотелось бы узнать, какова она на данный момент. И пострадавшие вкладчики постоянно говорят и заявляют о том, что, естественно, их имущество, по их представлениям, хватит на то, чтобы покрыть все эти расходы. Действительно ли так? Хотелось бы немножко обратиться к истории. Уголовное дело возбуждено было 2 февраля 2017 органа, следственными органами Министерства внутренних дел по Республике Татарстан. По признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса, иными словами, мошенничество в особо крупном размере в отношении неустановленных лиц. В августе, 16 августа 2017 года прокуратурой Республики уголовное дело было изъято из производства МВД и передано для производства следствия в наше управление Следственного комитета по Республике Татарстан. Материалы, которые были положены в основу возбуждения, свидетельствовали о том, что в период с 1 августа 2016 по 15 декабря 2016 года группа лиц Мещанов, Тимирбаев, Вальшин и другие, они неоднократно, их имена звучали уже в сообщениях прессы. Кроме того, неустановленные лица от лица инвестиционной компании ТФБ Финанс под видом исполнения агентского договора между ПАУТ от Фонбанк и инвестиционная компания ТФБ Финанс осуществили хищение денежных средств в сумме более 1 миллиарда 174 миллионов рублей, принадлежащих 1174 вкладчикам, путем перевода под видом доверительного управления в инвестиционную компанию ТФБ Финанс, после чего распорядились этими средствами по собственному усмотрению. В настоящее время к уголовной ответственности по делу привлекаются пятеро лиц, это директор инвестиционной компании ТФБ Финанс и одновременно заместитель директора департамента инвестиционного бизнеса ПАУТ от Фонбанк Вальшин, начальники управления инвестиционной компании с озвученным названием и одновременно ПАУТ от Фонбанк Абдульманов, Тимирбаев, заместителя председателя правления ТФБ Мерзляков и Мещанов. Указанным лицам предъявлено обвинение по совершению преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 Уголовного кодекса, как ранее обозначалось, мошенничество в особо крупном размере. Учитывая обстоятельства, которые послужили основанием для избрания в отношении Вальшина, Абдульманова и Тимирбаева меры пресечения в виде заключения под стражу, с точки зрения Следственного управления по Республике Татарстан, нашей организации, я имею в виду отпали, учитывая личности обвиняемых иные обстоятельства, следствием было принято решение об избрании в отношении, изменений в отношении указанных лиц меры пресечения на несвязанную с лишением свободы, а именно подпиской о невыезде и надлежащем поведении. При этом в отношении Мерзлякова-Мещанова мера пресечения в виде заключения под стражу оставлена в силе путем обращения в судом с ходатайством о ее продлении до окончания следствия. Необходимо обратить внимание нашей аудитории и на второе уголовное дело, которое было возбуждено уже непосредственно сотрудниками Следственного комитета по Республике Татарстан, нашего управления 16 февраля 2017 года, по признакам преступлений, предусмотренных ранее упоминавшейся уже частью 4 статьи 159, кроме того, часть 2 статьи 201, пункт А, части 4 статьи 174 Прим, часть 1 статьи 199 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении бывшего председателя правления, члена Совета директоров, члена Кредитного комитета Акционерного общества АИКБ Татфондбанк, в настоящее время преобразованного в ПАО Татфондбанк, Мусина, и неустановленных лиц. Уголовные дела по такому значительному перечню статей, если говорить безотносительно юридической лексики, возбуждены по поводу хищения денежных средств Банка России, ПАО Татфондбанк, государственные корпорации, агентства по страхованию вкладов, иных кредитных учреждений на общую сумму более 50,5 млрд. рублей по 22 эпизодам преступной деятельности. С учетом дополнительных материалов Банка России по деятельности ПАО Интехбанк, ОАО Татагропромбанк, потенциальная сумма ущерба по делу может увеличиться еще на 50 млрд. рублей, либо даже превысить указанную сумму. По названному уголовному делу к уголовной ответственности привлекаются Мусин, занимающий должность председателя правления, члена совета директоров ПАО Татфондбанк, являющийся депутатом Государственного совета Республики Татарстан 5-го созыва. В отношении Мусина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, фигурантом по делу является Насыров, а именно первый заместитель председателя правления ПАО Татфондбанк. В отношении Насырова избрана мера пресечения в виде домашнего ареста судом. В настоящее время сумма арестованного имущества физических лиц, фигурантов по делу, составляет не менее 400 млн. рублей, юридических лиц 4,6 млрд. рублей. В настоящее время по названным уголовным делам созданы следственные группы из числа наиболее подготовленных сотрудников следственного управления. По делам проводится значительный объем следственных иных процессуальных действий, направленных на установление всех необходимых обстоятельств. Активная стадия следственных действий и оперативных мероприятий. Всеми способами устанавливаются те направления, куда возможно выводилось имущество. Проверяется огромный массив сделок, совершенных указанными лицами, либо компаниями, организованными с их участием, либо аффилированными компаниями, которые сейчас устанавливаются, в том числе с помощью оперативных служб по делу. Представляете, за произошедший период времени совершено огромное количество каких-то финансовых операций. И задача наша совместно с оперативным сопровождением сотрудниками МВД, иными службами, проверить их практически все для того, чтобы дать оценку каждому более-менее значительному переводу, несет ли он следы похищенных средств, или это обычная коммерческая деятельность. Мы же должны свои выводы будем предъявить суду и подтвердить какими-то материалами. В полном ходе идет суд по делу адмирала, тоже был достаточно длительный процесс следствия, выявили ли следствие какие-то системные ошибки по результатам всего случившегося, потому что много чего говорилось, заявлялось, хотелось бы из первых уст услышать. Обстоятельства трагедии явились предметом расследования по уголовному делу, возбужденному 11 марта 2015 года по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 219 Уголовного Кодекса РФ в связи с пожаром, произошедшим в торговом комплексе «Адмирал» и по влекшим «Смерть», из юридической формулировки звучит двух и более лиц, но здесь мы безусловно понимаем, что речь идет о гораздо большем количестве людей и более серьезной по масштабам трагедии. В ходе следствия было установлено, что 11 марта 2015 года примерно в 12 часов 50 минут в торговом комплексе «Адмирал», адрес его местоположение, я думаю, основная масса наших зрителей знает и так, поэтому излишними деталями не буду отягощать. Произошло возгорание, пожар и обрушение здания, в результате чего погибли 19 человек, 61 лицу причинен физический вред, 623 лицам причинен крупный материальный ущерб. Выводами следствия установлено, что объект недвижимости был непригоден для проведения торговой деятельности, поскольку не отвечал требованиям, установленным СНИП и СП. Так называемые строительные нормы и правила. Здание торгового комплекса по функциональной пожарной опасности относится к классу предприятия торговли. Площадь же одноэтажного торгового комплекса, без учета выполненных по периметру пристроек, составляла более 19 тысяч квадратных метров. При этом для торгового здания без разработки специальных технических условий площадь первого этажа может составлять не более 3,5 тысяч квадратных метров или 7 тысяч квадратных метров при условии выполнения системы автоматического пожаротушения, которой в анализируемом торговом комплексе не было. Таким образом, в торговом комплексе площадь составляла гораздо более, нежели предусмотрено нормативами, то есть в 5 раз была больше допустимой. Пристройка новых торговых площадей без организации пожарных отсеков была недопустима. Кроме того, бывшие производственные цеха завода «Серп и молот» не были пригодны для ведения торговой деятельности, так как автоматическая установка пожаротушения находилась в технически неисправном состоянии. Металлические элементы ферм здания не имели надлежащего покрытия огнезащитными составами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости. Здание торгового комплекса не было разделено на пожарные отсеки противопожарными стенами. Длительное время эксплуатировалось с указанными нарушениями требований пожарной безопасности. Кроме того, собственникам здания были незаконно оформлены документы по переводу производственного объекта в торговый комплекс с целью извлечения прибыли, так как заведомо было известно, я имею в виду собственнику и заинтересованным лицам, о грубейших нарушениях требований пожарной безопасности на указанном объекте. Какие иные системные нарушения? Основным, наверное, главным является то, что ради извлечения прибыли собственники либо иные бенефициары идут на различные ухищрения, связанные с самыми разными путями обхода существующих норм и правил безопасности. Будь это пожарная безопасность, строительная безопасность, соответствие объекта по назначению, наличие соответствующей охраны. Вот это основное системное нарушение. Формы их выражения могут быть абсолютно непредсказуемыми. Нельзя сказать по результатам одного пожара. В основе всех лежит корысть, истребление извлечь как можно больше выгоды при минимальных вложениях. Вот это и есть основная система образующая. Отсутствие ответственности у недобросовестных собственников бизнеса. Привлекаются к ответственности те, кто недоплачивает налоги. С чем связано, на Ваш взгляд, увеличение количества подобных преступлений, выявлений, скажем так, с тем, что лучше как-то акцентировано внимание работы, в том числе и Вашего ведомства, на этот вид преступлений? Либо, может быть, в связи с экономической обстановкой, бизнесмены у нас стали еще более недобросовестными? Для ответа на Ваш вопрос, безусловно, необходимо обратиться к данным статистики. В 2016 году в суды нашим управлением направлено 13 уголовных дел в отношении 13 лиц. Еще 26 уголовных дел прекращено в связи с полным возмещением ущерба, то есть по нереабилитирующим ненадлежащих налогоплательщиков основаниям. За 9 месяцев уже 2017 года в суды направлено уже 11 уголовных дел в отношении 11 лиц. Если сравнивать это с прошлым годом, там 10 было. По большому счету, какого-то глобального скачка мы здесь не наблюдаем. И 13 уголовных дел в 2017 году прекращено в связи с полным возмещением ущерба. За прошлый год 21. Как мы видим, показатели примерно сопоставимы. Одной из приоритетных задач преследования по делам о налоговых преступлениях является возмещение ущерба государству. Таким образом, хотелось бы, пользуясь предоставленной вами возможностью, обратиться к лицам, которые возможно знают за собой какие-то грешки по поводу уплаты налогов с разъяснением следующих положений законодательства. Если налогоплательщик готов возместить ущерб в полном объеме, включая неуплаченную сумму налогов и санкции, уголовное дело, возбужденное в отношении него, может быть прекращено на предусмотренном законном основании без назначения уголовного наказания. Это не является оправданием, но дело в суд не уходит и прекращается на стадии следствия. Здесь отмечается в этом направлении повышения эффективности противодействия налоговым преступлениям. За 9 месяцев 2016 года по прекращенным делам возмещено в бюджет более 260 миллионов рублей. За весь 2016 год 360 миллионов рублей. За 9 месяцев 2017 года же уже 340 миллионов рублей в результате применения вот этой нормы уголовного законодательства. Кроме того, в текущем году возмещено 14 миллионов рублей ущерба по направленным уголовным делам в суд, тогда как в прошлом году удалось возместить лишь 400 тысяч рублей. То есть разницу понимаете, да? Если дело уходит в суд, раньше преступники, лица, привлекаемые к уголовной ответственности, считали, что проще получить наказание и каким-то образом укрыв не выплаченную сумму средств. Сейчас же эффективность уголовного преследования возросла, что сразу отразилось и на размере возмещенного ущерба по делам. Вопросы совершенствования эффективности работы постоянно находятся на контроле. Руководство следственного управления и в целом Следственного комитета России улучшается постоянно, принимаются меры по улучшению взаимодействия с налоговыми органами, с оперативными службами для того, чтобы информация поступала в более полном объеме, своевременно. Меры уголовного преследования с нашей стороны принимались именно тогда, когда еще можно вести речь о возможности, извиняюсь за тавтологию, компенсации ущерба. Неоднократно вопросы рассматривались на расширенных заседаниях коллегии Следственного управления с приглашением всех органов, которые помогают нам в этой работе. По убийству студента в КПУ, вождении Республики Чад, на каком этапе сейчас находится следствие? Действительно или, насколько я знаю, там 18 преступлений еще помимо этого убийства или с ними? Начну с этапа возбуждения уголовного дела как с оправной точки и постепенно отвечу на ваши вопросы. Дело возбуждено было 17 февраля 2017 года по части первой статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за совершение убийства, то есть причинение смерти другому человеку. На тротуаре возле дома 1 по улице Адель-Кутуя города Казани обнаружен труп гражданина Республики Чад Махджуб Тиджани Хасана. В ходе следствия было установлено, что убийство совершено участниками экстремистского сообщества под названием NSVP Халиловым Архиповым по мотивам расовой ненависти. Сообщество было организовано, эти обстоятельства всплыли в результате следственных действий Халиловым в августе 2014 года. Являясь приверженцем и сторонником националистических взглядов неформального молодежного движения экстремистской направленности скинхеды неонацисты, Халилов разделял положение национал-социалистической идеологии об исключительности лиц славянской национальности и неполноценности лиц иного происхождения. Целью деятельности экстремистского сообщества под названием NSVP являлось совершение преступления экстремистской направленности по мотивам расовой национальной идеологической вражды в отношении лиц, выходцев из Республик Кавказа, Закавказья, Средней Азии, Республики Чад, а также в отношении отдельных социальных групп, в том числе которые противодействовали, не поддерживали национал-социалистической идеологии. В состав экстремистского сообщества добровольно вошли Архипов, Малахов, Аскаров. В одно производство с уголовным делом соединено 21 уголовное дело, возбужденное по фактам экстремистской деятельности преступного сообщества. В том числе его участники обвиняются в пяти нападениях на выходцев из Средней Азии и поджоге автомобиля одного из них. В настоящее время дело находится на завершающей стадии расследования. По нему привлекаются к уголовной ответственности четыре лица Аскаров, Малахов, Халилов, Архипов. Всем им предъявлено обвинение. С середины сентября обвиняемые знакомятся с материалами уголовного дела, объем которого составляет 42 тома. По делу проходят в качестве потерпевших 8 лиц. В основном все они связаны с направленностью умысла, с той идеологией, которую себе считали своей привлекаемой нами к уголовной ответственности обвиняемые. Инкриминируется одно убийство, три покушения на убийство, один поджог автомобиля и четыре хулиганских действия. Убийство это уже широко известное, это выходец из республики ЧАД. По покушению на убийство механизм воздействия был схожим. Сзади один бил молотком по голове, после этого другой наносил ножевые ранения. По всем трем случаям потерпевшим причинен тяжкий вред здоровью. Здесь мы видим выходцев из республики Азербайджан. Одну машину из Кыргызстана сожгли. Выбор всех потерпевших. Следствие установило, что являлся случайным, просто встречали на улице, либо видели машину с нероссийскими номерами. Таким образом, какого-либо смысла, помимо безрассудного заявления о своем мировоззрении, мы не увидели в их действиях. Относительно лиц, которые, не входя в эту группу, тем не менее, находились на связи, обменивались мнениями, состояли в каких-то сообществах. Их следствие выявило порядка 15 человек, около 10 из них были задержаны в свое время, проверялись на причастность к совершению. Было установлено, что ни в каких боевых акциях они не участвовали, и сами фигуранты по делу называли их модниками. То есть носили соответствующую одежду, совершали какие-то высказывания, соответствующие националистической направленности, но при этом отказывались участвовать непосредственно в эпизодах совершения преступлений. Со стороны вот этого активного звена отношение к ним было снисходительно презрительное. Но тем не менее, все эти лица соответствующими органами взяты на контроль. По ним проводятся и проверочные, профилактические мероприятия. Безусловно, это какое-то воздействие окажет на их дальнейшей судьбе в случае желания у них устроиться на работу в соответствующие службы с определенным уровнем проверки, будь это госорганы, либо частные компании с серьезными службами безопасности, где задействованы серьезные финансовые средства. Это определенное препятствие на их пути поставят. Поэтому хотел бы обратиться с предупреждением. В молодости интересны разные направления жизни общества. В молодости хочется многое попробовать, но надо адекватно понимать, что за все это в дальнейшем это может оказать негативное воздействие на дальнейшее развитие жизни карьеры. И за это все придется нести ответственность. — Ну, действительно. Идея не вдохновительный лидер, я так понимаю, Архипов, да? — Да, Архипов. Возвращаясь к вашему вопросу о признании вины, два основных фигуранта Архипов-Халилов признали вину в том, от чего отпираться, в общем-то, было бесполезно, в нападениях, не признали вину в организации преступного сообщества, но следствие считает материалами уголовного дела. Именно этот тяжкий состав доказан в полном объеме. Установлены взаимосвязи, установлена определенная организационная структура и иерархия и так далее. Малахов все отрицает, и оставшийся фигурант по делу в отношении невызбранных мер пресечения в виде подписки о невыезде. Он признает все, полностью весь инкриминируемый объем преступлений. Кроме того, в отношении одного неустановленного лица, который проходит по тяжким эпизодам уголовное дело при окончании расследования будет выделено в отдельное производство, личность его будет устанавливаться. Что можно на сегодня сказать? Действительно ли усматривается все-таки вина, не вина полицейских и недоработки их? По вчерашней информации уводил руководство МВД, кто-то лишился должности, что-то как-то. С вашего позволения, я бы поостерегся на данном этапе расследования делать выводы о виновности, потому что фактически только начата наша следственная работа совместно с оперативными службами, в том числе подразделениями специализированными МВД, это и Главное управление СБ по России, это и Управление собственной безопасности МВД Татарстана. В принципе, с коллегами мы работаем ВКонтакте, какого-либо противодействия мы не ощущаем, соответственно, и нельзя вести речь о какой-либо войне наших структур. Система организации работы такой большой и сложной структуры, как МВД, она достаточно тяжела, людей в ней очень много и, соответственно, быть уверенным, что среди вот этой большой массы не появятся те, которые будут, возможно, судом признаны в последующем преступниками, отойдут от нормативного варианта поведения невозможен, так же, как невозможно это сказать про любую другую структуру и про любую социальную группу людей. Поэтому мы без какого-либо ажиотажа в рабочем контакте с руководством и МВД, и ФСБ, и других правоохранительных структур, так же, как и по любым другим преступлениям. Проводим следственные действия, выясняем обстоятельства этой трагедии. Проводится работа по выявлению иных подобных случаев не только в Нижникамском районе, но и, я знаю, собственная безопасность МВД выявляет другие имеющиеся у них на заметки точки напряжения, поэтому я бы поостерегся от громких заявлений о наличии конфликта между структурами, тем более, либо между какими-то должностными лицами. Появилась информация о совершении преступления, она в предусмотренном законном оперативно-розыскной деятельности Уголовно-процессуальном кодексе и Уголовном кодексе порядки отрабатывается, ведется следствие. Что сегодня можно сказать о организации безопасности на пороховом заводе по результатам последних аварий? По поводу этого, безусловно, у всех на слуху находятся последние громкие происшествия, некоторые из них произошли с трагическими последствиями на пороховом заводе. В рамках приложения на нашу деятельность необходимо вспомнить одно из уголовных дел, которое направлено в суд в августе этого года по поводу взрыва пожара на территории Казанского порохового завода, произошедшего 21 декабря 2016 года, в результате чего наступила смерть Храмовой, причинение телесных повреждений Никитиной, Елфимовой, являющихся работниками завода. К уголовной ответственности привлекаются начальник цеха Зайцев, начальник участка Файзулина. В ходе следствия установлено, что причиной взрыва явились грубые нарушения требований промышленной и пожарной безопасности работниками завода, выразившиеся в несоблюдении правил эксплуатации оборудования, не надлежащие исполнению своих функциональных обязанностей должностными лицами, на которых возложена обязанность по контролю за производством работы. С целью устранения причин и условий, способствующих совершению преступления следственным управлением, внесено представление на имя генерального директора завода принятия мер по устранению таких обстоятельств. По результатам рассмотрения внесены изменения в правила охраны, касающиеся обращения с оборудованием, проведена ревизия, повышенная эффективность производственного контроля, принят ряд других организационных мер, направленных на недопущение подобных случаев. Кроме того, необходимо вспомнить уголовное дело по поводу взрыва 24 марта 2017 года на Казанском пороховом заводе, в результате чего наступила смерть сотрудника пожарной части Иларионова, находившегося на месте тушения пожара. Дело прекращено в сентябре этого года в связи с отсутствием события преступления. В ходе следствия однозначно причина взрыва, как и вина в чьих-либо действиях, повлекших названные последствия, не установлены, были проведены для определения вот этих обстоятельств ряд исследований, полный комплекс других следственных действий. К сожалению, не всегда возможно докопаться до сути, до отправной точки, которая повлекла такие тяжкие последствия, в результате чего произошло несчастный случай, возгорание и другие неблагоприятные результаты. В связи с этим, раз не установлена ни причина, ни виновные мне лица, дело было прекращено. Если бы мы установили, что именно упало и куда попало, то мы бы выявили из-за невыполнения обязанностей какими должностными лицами, либо ненадлежащего выполнения это произошло. Таким образом, мы бы говорили о направлении уголовного дела в суд для установления вины конкретных лиц. Но пожар был достаточно сильный, безусловно, поэтому имеющиеся какие-то материальные следы, возможности для установления причины пожара, они были утрачены как раз и в результате этого пожара. И так как особенность уголовного процесса, вообще вопрос о привлечении к уголовной ответственности согласно Конституции и статье 51 о том, что презумпцию невиновности, я думаю, все могут вспомнить достаточно часто о ней сейчас говорят. Раз мы не можем сказать конкретно, мы можем какими-то догадками обладать, но возможности для их проверки и установления точных фактов, они утрачены в результате пожара, поэтому уголовное дело было прекращено. Следственным управлением, кроме того, проведена проверка процессуальная по поводу произошедшей 18 апреля 2017 года в одном из цехов Казанского порохового завода технологической вспышки спиртовой эфирной смеси паров, в результате которой получила легкие ожоги работник завода Баталова ввиду отсутствия крупного ущерба, а также учитывая тот факт, что Баталову причинен легкий вред здоровью в возбуждении уголовного дела, по этому поводу было отказано. Вы на последние коллеги по итогам прошлого года говорили о росте раскрытых коррупционных преступлений. По результатам этого были какие-то цифры есть, что сколько это было, больше, меньше, с чем связано, как вы считаете. Ну, вообще, работа по противодействию коррупционным преступлениям, она у нас находится в постоянном приоритете в связи с их большой общественной опасностью, в связи с большим общественным резонансом, который вызывает в обществе определенный рост, определенные коррупционные, антикоррупционные, даже не знаю, как сформулировать ситуацию, чем чаще граждане сталкиваются с коррупцией, тем больше претензий к действиям правоохранительных органов, которые в надлежащей мере не осуществляют ее профилактику, но и наоборот, соответственно. Поэтому малейшее изменение ситуации, она, безусловно, отслеживается на периодической основе, и ежеквартально эти вопросы анализируются, тем более по итогам года. Если говорить о небольших статистических показателях, то за аналогичный период прошлого года отмечался рост числа поступивших сообщений и возбужденных в уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности. За 9 месяцев 2017 года количество расследованных Следственным управлением по республике преступлений, как и на всей территории России, несколько снизилось. При этом, как и раньше, почти по каждому поступившему коррупционному сообщению возбуждено уголовное дело. В чем причина снижения? Во-первых, в последнее время у значительной части населения постепенно складывается стереотип коррупции как этически приемлемой формы разрешения проблем. Законодателям принимаются меры по противодействию данным виду преступлений путем внесения изменений в законодательные акты. Это обеспечивает неотвратимость наказания и его соразмерность в конечном итоге профилактику таких преступлений. Законодатель нацеливает всех на то, что законопослушным гражданам в России должно житься комфортно и наоборот соответственно. Так, в прошлом году федеральным законодательством введены новые составы уголовных преступлений – мелкая взятка, мелкий коммерческий подкуп, которые подлежат расследованию органами дознания, а не следственного комитета. Таким образом, значительная часть бытовой коррупции, взятки на дорогах, в лечебных учреждениях, образовательных, которые не образуют с точки зрения законодателя, не содержат под собой значительной повышенной опасности и не связаны с распоряжением крупными суммами денежных средств. Они выведены из-под нашей компетенции, соответственно, достаточно значительный массив. Они же проще всего для выявления. Таким образом, и сотрудниками правоохранительных органов, как правило, они выявлялись в более массовом порядке, нежели какая-то глобальная разработка, связанная с прекращением деятельности организованной группы, законспирированной, и так далее. Таким образом, у нас автоматически снизилось количество поступивших сообщений о мелкой взятке, мелком коммерческом подкупе, бытовых вещах каких-то. Тем самым, органы Следственного комитета сконцентрировались на выявлении действительно приносящих большой вред обществу, каких-то коррупционных проявлениях. В принципе, в прессе последнее время результаты нашей деятельности достаточно часто обсуждаются, поэтому перечислять все те уголовные дела, которые в настоящий момент находятся в стадии расследования, было бы и неправильно, заняло много времени, не совсем корректно, потому что все-таки мы ориентируемся на результат судебного рассмотрения, а самое главное, на возмещение причиненного коррупционным деянием ущерба. Без этого мы свою работу не можем считать законченной. Главная причина коррупции в результате нашей деятельности приходим к выводу, что это утрата контроля над бюрократией. Непрозрачная власть находится вне общественного контроля. Корни коррупции заложены не в плохих или хороших людях, заложены в самой системе. Чем эффективнее и крепче институты гражданского контроля, тем меньше шансов для злоупотреблений у должностных лиц своими полномочиями и в личных, и в групповых корыстных целях. Таким образом, на расширение взаимодействия и с институтами гражданского общества, и с представителями средств массовой информации мы нацелены в полном объеме. Мы считаем это одним из наиболее эффективных элементов выявления, в первую очередь, коррупционных преступлений. Для этого у нас существует специальная служба по взаимодействию со СМИ. Отслеживаются в обязательном порядке все информации в официальных изданиях, форумы, группы в социальных сетях и так далее, информацию пытаемся получать всеми доступными способами, и будем благодарны за любое сообщение. На сайте Следственного комитета по республике имеются и все контактные телефоны, и анонимные телефоны доверия, и в электронном виде можно оставить какие-то свои сообщения. Анонимные сообщения проверяете тоже? Безусловно. Они не подлежат официальной проверке, согласно законодательству. Анонимные обращения не рассматриваются, но содержащаяся в ней информация, она используется в наших дальнейших разработках. Она передается органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность для того, чтобы они в предоставленных им полномочиях проверили ее так или иначе. Что касается задержания различных участников террористических организаций, у нас такой регион, в общем, скажем, в этом плане не совсем не самый спокойный, у нас, конечно, не Кавказ, но в то же время есть предпосылки развития всяких разных историй. Насколько вообще серьезно и остро стоит эта проблема для татарстана, на ваш взгляд? И как вы относитесь к заигрыванию некоторых СМИ в освещении таких процессов? Я бы не согласился с категоричным утверждением о том, что в Татарстане по сравнению с другими и окружающими у нас субъектами, нашими соседями, и там несколько отдаленными, скажем, тем же Дальним Востоком стоит проблема более острая, нежели в других. Возможно, она здесь проявляется, наиболее непримиримые вещи, связанные с тем, которые явились результатами расследования последних уголовных дел. Но мы знаем, что у терроризма границ нет, и вопрос, скажем так, количества террористических, экстремистских террористических проявлений, в том числе и уголовных дел, по которым мы судим в их количестве. Это вопрос выявляемости. Здесь, в нашей республике, я считаю, правоохранительные органы создали достаточно непримиримую обстановку для членов таких вот групп. И что вынуждает их, естественно, проявляться в крайних формах. Если где-то в других субъектах они, а такая информация по уголовным делам поступает, что находятся, проживают, находят свое проживание, никаких-то вопросов к ним не возникало там, то приезжая сюда, они попадают в поле зрения соответствующих органов, соответственно, вынуждены уже проявляться и предпринимать какие-то активные действия, за которые они и привлекаются к уголовной ответственности. Ряд организаций были выявлены в результате инициативных разработок, то есть они были законспирированы и только по соответствующей оперативной информации, специальными методами, их деятельность была разоплачена, а они были привлечены к суду. Таким образом, я бы не сказал, что Татарстан — это точка напряжения на территории России. То, что у нас их выявляют, составляют скрываться и пресекают их деятельность, это говорит, наверное, о какой-то слаженной работе. Это во-первых. Отвечая на вторую часть вашего вопроса. Ну, во-первых, хотелось бы вернуться к тем самым показателям, о которых я ранее упоминал. За 9 месяцев 2017 года Следственным управлением возбуждено 16 уголовных дел о преступлениях террористического характера. За 2016 год поступило 7 сообщений и возбуждено 6 уголовных дел. Одно сообщение передано по подследственности в УФСБ для проверки в рамках оперативно-розыскной деятельности. Нельзя не упомянуть возбужденное в марте этого года первым отделом по расследованию особо важных дел Центрального аппарата Управления по Республике Татарстан 12 уголовных дел по частям 1 и 2 статьи 205.5 Уголовного кодекса Российской Федерации. Они соединены в одно производство в отношении организаторов, участников оригинального подразделения Международной террористической организации Партия Исламского освобождения, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации. Привлекаются к уголовной ответственности Габидуллин, Салахуддинов, Залилов, Бекчентаев и другие. Уголовное дело в настоящее время находится в завершающей стадии расследования. За 2017 год направлено в суд четыре подобных уголовных дела. В 2016 году два из этих четырех. Два уголовных дела связаны с участием в деятельности террористической организации. Два связаны с финансированием террористической деятельности за рубежом. То есть чисто инициативная разработка. Человек отправил какую-то сумму, даже не думая о том, что это может быть когда-то выявлено, будучи полностью уверен в своей безнаказанности. Поддерживая таким образом международные террористические организации, наши правоохранительные органы выявили этот факт и привлекли к установленной законам ответственности. Так, в феврале 2017 года в Приволжский окружной военный суд направлено в уголовное дело по обвинению Сахиева в покушении на совершение террористического акта. Последний, узнав о проведении вооруженными силами Российской Федерации военной операции на территории Сирийской Арабской Республики в октябре 2015 года, принял решение совершить террористический акт путем вооруженного нападения и совершения взрывов на территории ряда крупных предприятий. Казанского авиационного завода имени Горбунова, Казанского государственного казенного порохового завода, того же самого, железнодорожного вокзала «Зеленый долл», реализовать до конца свой преступный вымысел Сахиев не смог. До конца реализовать преступный вымысел Сахиев не смог, поскольку был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Он же, придерживаясь идеологии международной организации Джабхат Ан-Нусра, Фронт Победы, деятельность которой также запрещена на территории РФ, совершил финансирование деятельности указанной террористической организации путем перечисления денежных средств одному из ее участников. Приговором суда Сахиева назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием его в исправительной колонии строгого режима. Стоит отметить, что благодаря кропотливой работе оперативных служб материального ущерба от таких преступлений и жертв среди мирного населения не допущено. В этом году нельзя не упомянуть состоявшийся приговор в отношении девяти участников террористического сообщества Чистопольский Джимаат, совершивших изготовление незаконного охранения, перевозку и запуск самодельных взрывных устройств по типу реактивных снарядов в направлении объектов ООО «Нижнекамск» и «Нефтехим», посягательство на жизнь сотрудников МВД по республике Татарстан в ФСБ, подготовку к террористическим актам в поселке Белярск Алексеевского района, поджоге религиозных сооружений на территории Республики Татарстан и другие преступления. Приговором суда участники террористического сообщества осуждены длительным сроком лишения свободы от 16 до 24 лет. Активно используются следственным управлением такие формы профилактики преступления, как участие в мероприятиях с целью создания у населения атмосферы нетерпимости к проявлению терроризма. Регулярно мы отправляем своих делегатов для обмена мнениями в заседаниях круглого стола Ассамблеи народов Республики Татарстан с участием представителей правоохранительных органов. На официальном сайте следственного управления размещены номера телефонов оперативных служб, по которым можно сообщить о готовящемся или совершенном преступлении террористического характера, оказать содействие в розыске подозреваемых в совершении данных преступлений. Их личности также находятся в соответствующих разделах на сайтах и МВД, и нашего управления, и ФСБ, ну и в общественном доступе на информационных стендах. Принимаются меры по усилению информационно-пропагандистской работы направлены на формирование у граждан позитивного отношения к деятельности по противодействию терроризму. По последнему вопросу стоит отметить, что по наиболее резонансным уголовным делам о преступлениях данной направленности в средствах массовой информации размещаются сведения о ходе и результате их расследования. Фактов заигрывания представителя средств массовой информации с обвиняемой стороной во время освещения подобных дел не установлено. Таким образом, вот это ответ на вторую часть вашего вопроса, при поступлении подобной информации, как я уже говорил, мы отслеживаем деятельность изданий. В принципе, в отношении соответствующих издателей, корреспондентов могут быть и проведены проверки вплоть до процессуальных, если в их способе подачи информации в направленности текста будут установлены факты поддержки соответствующих деятельностей запрещенных на территории Российской Федерации и Организаций. Таким образом, мы считаем, что современным законодательством в принципе поставлен определенный заслон на информационной поддержке незаконных организаций экстремистского и террористического толка. И весь вопрос в деятельности правоприменителей, а также активной части нашего населения, которая может сообщить соответствующие органы о выявлении подобных случаев. Вы правильно отметили, буквально несколько лет назад вопросы экстремистских террористических проявлений, это было что-то далекое, не у нас, но в том числе в северо-кавказском регионе, и нас это никак не касалось. Хотя сейчас в рамках расследования уголовных дел мы начинаем понимать, что эти люди, они и находились у нас, просто они здесь в латентной форме не проявляли свою преступную сущность. Сейчас же мы видим, как я ранее сказал, что границ нет, и подобные ситуации в принципе не то, что могут возникнуть, быть к ним готовыми, знать, что необходимо делать, в каждом конкретном случае необходимо. В этом плане очень важна деятельность именно ваших средств массовой информации, которая носит и разъяснительный характер, и информированность увеличивает население. Потому что одно дело, это памятки, какие-то работа служб гражданской обороны, вы упомянули, что она значительно усилена в последнее время, и учения проводятся достаточно регулярно. Ну и кроме того, сама жизнь, вы правильно, последний случай вспомнили, массовых эвакуаций, подталкивает к тому, чтобы относиться ко всем предупреждениям властей со всей серьезностью, естественно, боятся, чтобы отношение к этому приобретало форму массовой истерии, никаких оснований и предпосылок нет. И правоохранительные органы работают, и обстановка в республике, ну вы знаете про уровни угрозы, она сейчас находится на приемлемом уровне. Таким образом, как говорится, мы мирные люди, но наш бронепоезд должен всегда стоять на запасном пути. Отлично. Как вы оцениваете уровень организованной преступности в Татарстане вообще? То есть несколько лет назад говорилось о том, что если не полностью победили, то прямо безглавили, да, был такой момент. Сейчас, опять же, тоже, я думаю, не для вас ни для кого секрет, что в тех же социальных сетях большой популярностью пользуются вот эти вот околокриминальные группы, что скажем так, да, молодежные, эти вот АОЕ всякие вот эти, да. Как вы считаете, и причем они очень многочисленные, то есть там десятки тысяч, сотни тысяч членов этих групп. Как вы оцениваете уровень криминализированности, что как-то правильно сказать, вот молодежи, именно вот, даже подростки, наверное, точнее, совсем молодежь, да, вот, есть ли у нас группировки в Татарстане, вот, как-то так, проще даже спросить. На контроле ли вы? Мне кажется, а, вот второе продолжение вопроса, оно более вернуло разговор вот в то русло, которое, я считаю, корректно будет обсуждать. Безусловно, группировки есть, они находятся на оперативном учете в соответствующих службах, это и органы МВД, и ФСБ, ну, МВД основную нагрузку несет. Деятельность их отслеживается, но хотелось бы начать несколько с более обывательского подхода, как гражданин Казани, который вырос здесь и в 90-е, и в 2000-е я уже работать начал. Я думаю, что каждый на своем опыте, ходя по улицам, может дать оценку несопоставимости двух ситуаций. Даже после завершения каких-то основных, вот этих основной части криминальных войн, более напряженная ситуация, с моей точки зрения, была в конце 90-х, в 2000-х годах, нежели она находится сейчас. Это и активизация деятельности правоохранительных органов, переход на новые технические системы, которые позволяют достаточно эффективно выявлять и задерживать за совершение конкретных правонарушений. Деятельность основных группировок отслеживается, но с другой стороны вы абсолютно правы, и мы это тоже видим. Это видят и непосредственно жители каждого конкретного двора, улицы, то или иной, что молодежь по разным течениям, по разным направлениям начинает организовываться. Где-то это позитивные тенденции, когда люди организуют спортплощадку и занимаются там спортом без стремления совершения каких-то криминальных деяний, такие примеры, они тоже достаточно многочисленные. Где-то это кружки по интересам, молодежные какие-то движения, в том числе политического формата, что поддерживается и идет на пользу развитию общества. Но, безусловно, как у каждой медали есть две стороны, проявляются и негативные тенденции, как еще основоположники марксизма связывали, рост преступности с экономической ситуацией это уже, в общем-то, не обсуждается, не оспаривается даже никем, я думаю. Поэтому в какой-то мере причиной является сегодняшняя экономическая ситуация. В какой-то мере это развитие новых информационных технологий, через которые до неокрепших, не сформировавшихся мировоззрений гораздо проще донести ту или иную деструктивную идеологию. Для молодежи, возможно, флер какой-то романтики, в детстве, я думаю, все в пиратов играли. И тот, кто не закончил играть уже в более взрослом возрасте, переходят к попаданию вот такие антисоциальные группы, которые нацеливают человека на разрушение своей жизни, на преступный образ жизни, вот вы упомянули арестантский уклад един и так далее. Но практика общения со всеми представителями преступного мира, она, я имею в виду рабочего общения, она, в общем-то, говорит о том, что это путь в никуда, потому что даже если не говорить о привлечении к уголовной ответственности, чем вот в этой молодежной среде абравируют, но те, кто через это прошел, они говорят, что вряд ли там с удовольствием вернулись бы к прежним местам обитания. Вот. Те, кто заигрались и не перестали, не перешли на новый, более ответственный уровень, у них, в общем-то, судьба не завидна. А, забыл вот упомянуть, сами представители вот этих групп говорят, что в общении даже между собой там позитивного мало, то же самое, ложь, предательство, использование более сильных, более сильными, менее сильных, основные бенефиции идут узкому кругу верхушки. Ну, в общем, все то же самое, в чем упрекают современные общества, и, возможно, убегая от чего, молодежь привлекается к этим группам. Но там более жестокие, звериные законы существуют, нет понятия справедливости, еще чего-то. Ну, и наказание, естественно, несоизмеримо с цивилизованным, государственным. Поэтому очень многие из них и не доживают до взрослых лет. В каком этапе у нас сейчас следствие, у нас под домашним арестом, я помню, персонаж вам, опять же, по прошлой работе, я думаю, очень знакомый, в городе Слендовск. Вот, когда вообще прозвучали, да, обвинения в его адресе, как-то так, да, десятый год, семь лет уже прошло, то есть, насколько вообще серьезны там это обвинения, то есть, будет ли там какие-то, ну, потянет за собой еще что-то? Были выявлены конкретные факты преступной деятельности, с нашей точки зрения, поэтому было возбуждено уголовное дело. Связано это с 2010 годом или, там, чуть раньше, если вопрос касается, это я вообще про наше отношение, оно установлено законодателем. Есть срок давности привлечения к уголовной ответственности, мы считаем по тем эпизодам, по тем составам преступлений, по которым, возможно, мы усматриваем в деятельности нашего фигуранта, срок давности не пришел, не прошел, поэтому год совершения не играет никакой роли. Прозвучало, в том числе, в средствах массовой информации, и это действительно является правдой, что было проведено большое количество следственных действий, связанных с выемкой документов, и управляющих компаний, и комплекса ЖКХ, которые находятся в муниципальном ведении, для того, чтобы оценить, проверить, во-первых, на наличие фактов преступных проявлений, а во-вторых, оценить деятельность тех или иных должностных лиц в плане выполнения возложенных на них обязанностей. А причиной такого интереса является состояние ЖКХ и количество жалоб от населения. Мы видим, что есть проблемы, поэтому, выявив определенные факты преступной деятельности, проверяем на наличие составов преступлений и все остальные действия, решения и переводы, в частности, если уже переходить, денежных средств. Результаты распоряжения собранными с населением денежными средствами. Проверка носит такой глобальный характер. Вы сами представляете, какой максимум документов, сверок надо провести. Тут вопрос и бухгалтерских экспертиз, и каких-то комплексных исследований. Поэтому на данном этапе высказаться об окончательном результате просто невозможно. Вот эти два случая. Кроме того, они предоставили нам возможности для анализа всей остальной обстановки, для изъятия в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом необходимых нам документов. Без Уголовного дела Следственный комитет неуполномочен подобные вещи делать. Таким образом, даже в случае отсутствия новых фактов преступлений в действиях конкретного фигуранта, по тем изъятым документам аналитическая работа продолжится, и в ближайшее время она вряд ли закончится, учитывая массив данных, которые мы подняли. Это и несколько лет, период, и все-таки жилищно-коммунальный комплекс не самого маленького района Татарстана. Поэтому будем заниматься аналитикой. Не исключается, что фигуранты добавятся вместе с ним? Может быть, и не в рамках этого дела, может быть, и не связанной с деятельностью преступной нашего фигуранта, то есть Анисимова. Может быть, это будут отдельные эпизоды. Нам необходима была информация, мы ее сейчас анализируем. Даже окончание возможного расследования уголовного дела именно по этим эпизодам в отношении Анисимова не говорит о том, что иная работа по анализу схемы деятельности жилищно-коммунального комплекса Зеленодольского района прекратится. Возможно, будут другие фигуранты, будут другие уголовные дела. В случае выявления фактов незаконного распоряжения, принадлежащих либо бюджету, либо населению денежных средств. То есть я для себя пытаюсь понять, чтобы правильно ли я поняла, что количество жалоб на эту сферу в данном городе, в районе, позволяет предполагать, что это, скорее всего, возможно. Количество жалоб еще на период осуществления деятельности в прокуратуре, оно достаточно большое было. И как раз анализ этих жалоб позволил предположить, что что-то в этой сфере не так организовано, либо какие-то конкретные фигуранты просто не выполняют, преступно не выполняют возложенные на них обязанности, неправильно распоряжаясь денежными средствами. Вот это основной целью и являлось нашего внимания комплексу ЖКХ и конкретно возбуждение этого уголовного дела. В связи с тем, что уголовное дело достаточно объемное, вы видите сами, выявляются новые эпизоды, есть информация о совершении и иных преступлений этой группой у нас. Таким образом, мы посчитали, что это больше относится к компетенции отдела по расследованию особо важных дел. А так как он находится в Казани, поэтому и все судебные решения тоже принимаются в Казани. В данной ситуации я бы хотел обратить внимание на одну закономерность. У нас позиция руководителя управления никогда не отсекать один факт для того, чтобы создать себе статистический показатель. Грубо говоря, выходя на предприятие по поводу смерти гражданина, там тьфу-тьфу-тьфу, конечно, или несчастного случая какого-то, и выявив факт невыплаты заработной платы, ты, безусловно, не можешь пройти мимо него и должен дать ему уголовную процессуальную оценку. Полная и достоверная информация о Республике Татарстан. Информационное агентство «Татаринформ».